всем доброе утро берем вас с собой мы уже собрали ехать в тулу едем на машине пригласила опять нас полинина папа посмотрим что там красиво в туле поход сегодня отличная надеюсь вам видно солнышко светит метели нет небольшой морозец минус 67 передают походим по бродим погуляем тем более скоро полинки в школу в понедельник должны уже приступить к занятиям ну все выходим вот наконец-то мы выехали с узловой погода посмотреть отличное солнышко светит в машине было жарко полина тут рисовать задумала взяла свою скетчбук такой погодный зима красота очень довольна что прекрасная погода за окном осталось ей насладиться так вот приехали мы в максе огромный огромный центр сюда надо с деньгами полина у нас богатая полина деньги есть химчистка даже есть чуть читая город где елка красивая большая ой обезьянка какая маленькая моя такая а и попугай вон машина красная такая бордовая о леонардо вот смотри свою леонардо что там вязание до ночи их дети чё как я опять читаю город а есть он вообще тут 1 2 сколько тут этажей то 2 2 что и товар для детей но это не глядите одежда нет кинотеатр и кафе и прочее обувь это прочее ты его видел офис мог есть а книжного нет синий ешь не знаешь нету но его рюнету не говорила нету елочка елочка обезьянка а лишь как играются как хорошо лишь как весело опять рыбки опять те же рыбки ну и в итоге мы читая город не нашли идем в хобби маркет это леонардо магазин для творческих людей устанешь ходить устанешь ходить и смотреть хочу пазла вот это да 14 лет смотреть так что 14 3500 до жильяков кубиков написано кубики кубики какие но как пазл даже холсты да ладно ты определись что тебе нужно смотреть вот этих скетчбуков тебе не нужно скетчбуки скетчбуки ты думаешь он нормальный что ли нет это просто блокнот видишь с белым да ежедневник маленький да действительно товар много мы даже в конце концов не обошли весь магазин посмотрели то что нам нужно и ушли потому что здесь можно ходить вечно здесь все разбито по отделам что кому что кого интересует туда надо и двигаться вот по линии любимые краски но стоят они конечно дороговато ничего не купили может быть поищем на зоне может там подешевле зашли здесь максим магазин домовой посуды тьма тоже написано скидки ходим бродим много уже товаров нету наверно раскупили до по линии хотя тут цену не из дешевых даже со скидками вот такой квадратный заварник квадратный заварник смотри знаешь что мне поднимется сейчас а ну я в курсе стаканчики смотри какой бокал нет так обычно видишь где заканчивается ну да а тут сколько написано цена 265 было ну всего то немножко стеклянное тяжелое ну да в максе было очень очень жарко даже при всем при том что мы разделись но было очень жарко я не знаю с чем это связано то ли топит там хорошо то ли просто магазин большой поэтому такая жара не знаю но хотелось быстрее оттуда уйти поэтому долго мы не ходили тем более особо и денег не было в наличии поэтому походили как говорится посмотрели и пошли на елку на вас немного познакомлю что здесь и какие цены цены я бы не сказала что дешевые магазин дорогой все таки фикс прайс дешевле конечно же но естественно за качество надо платить качество здесь получше вот купила я здесь только один контейнер ну даже не буду вам показывать а потом покажу в своих влогах когда буду организовывать купила я его для специй так что обязательно покажу и скажу что купила именно здесь он стоил 125 рублей такой прозрачный вот на зоне кстати он 250 рублей поэтому я здесь и купила зная цену там видела что здесь была со скидкой как этим не воспользоваться ну вот и все покупки были мои в этом магазине больше ничего не купила вышли мы из макси там очень жарко смотрите какое колесо классное проливается это еще не темно а уже видно когда будет темно наверно еще лучше цвета музыка музыки не хватает мы в гостином дворе вот такая елочка здесь все ездят на лифте красивые люстры ну зайдя в гостинный двор здесь мы нашли читай город здесь есть этот магазин чему мы были очень рады и пошли его искать и в основном тоже больше нигде здесь не задерживались так как время это как говорится деньги нам нужно было идти на елку везде надо было успеть поэтому долго мы здесь не бродили да вот в тот раз мы тут брали помнишь стояли да тут пять этажей четыре пошли а я не знаю может мы сейчас на третий поднялись нет мы на четвертый а что что я там пять что ли даже а вот и сам читай город Полинка сразу пошла в свой отдел какие ее книги интересовали я пошла в свой третий не знаю как и все не знаю и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Много ДимаTorzok 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 А, и тут, смотри, ёлочка. Как же они так сделали, смотри. История на заборе. Семнадцатый век, 1712 год. А, ну, летом тут и сидят, зимой не посидишь. Семнадцатый век. Да ну и стекло, Полина, это пластик. Секло не поставят, оно уже разобьется. Покровский собор. Ну, типа, как будто изо льда. А, это какой собор? А, нет, это Государственный исторический музей. Музей чаепития. Можешь зайти, посмотреть, что там за музей. Пойдем. И заодно погреемся. Открыто. Да? Зайдя в данное заведение, очень мне понравился такой музей чаепития. Забегая вперед, скажу, что здесь антиквариат. Все для чая. Естественно, самовары, пряники. Очень было интересно походить. Всем советую сюда зайти. Заодно музей и заодно там все продают. Но, конечно же, там все дорого. Не стало там снимать. Но было интересно посмотреть. Идем дальше по, как говорится, по движению. Вот вышли вот на такую, как бы, аллейку. Одна из подписчиц, Полинка, уже показывала свое посещение в Туле. И одна зрительница ей написала, что это такая аллея для молодежи. Там молодежь собирается. Ну да, я тоже заметила, что много, наверное, тут таких кафе, ресторанчиков. И в основном молодежь. Но было интересно пройтись сквозь эту аллею. Костры. Класс. С возвращением, азнароды. А, тепленько. С Новым годом. Тепло. Тепло, парень, ну иди по-русски. Света, ноги такие. Ага. Классно, тепло. Вытяни руки, парень, повредь. У меня лицо хорошо. Липсок. Ну что, иди тебе. Пойдем, погрелись. О, смотри, маски какие. Понравился костерчик нам, погрелись. Вот видите, какие маски тоже. Такое, знаете, напоминает арбат, такой мини-арбат. Ну, красиво. Даже, вот смотрите, елочку здесь поставили, вот такие украшения, сани, олени. Мне очень тут понравилось, такой уютный переулочек. Очень красиво. У меня в этом месте разрядилась моя камера, поэтому пришлось снимать на телефон. Телефон, конечно, ночью снимает не очень качественно, так что прошу прощения за качество видео. И вот такие классные сани. Полинка здесь фотографировалась. Кстати, все фотографии я выкладываю сразу в Инстаграм. Можете заходить в Инстаграм мой и видеть вперед там все происходящее в нашей жизни. В Ютубе, конечно, чуть-чуть попозже, пока смонтирую, выложу. Посмотрите, какой купол. Вот здесь можно сидеть, что-то отмечать. Судя по всему, там, наверное, тепло. Прикольное место. Почему я озвучиваю за кадром? Так как там музыка играла, а это авторские права у Ютуба. Поэтому озвучиваю вам за кадром. И вот здесь такая стена расписная, такая яркая, красочная. Все понравилось. Мы очень довольны. А это гостиный двор. Вот так светится. И центральная площадь, там, где елка. Тульский пряник. Все, на этом месте мы прощаемся с городом, героем Тулой. И отправляемся домой. Ну вот, отбываем в нашу узловую. Уставшие, но счастливые. Я была бы не против еще погулять, но время было очень-очень поздное. Всем пока. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok